Всем привет! Меня зовут Татьяна Попова, и это мой видеоблог на телеканале «Новый мир» о международной безопасности. Перебежчики, госслужащие из Российской Федерации. О чем они рассказывают? Каков размер коррупции в Министерстве обороны Российской Федерации? Об этом и многом другом я поговорила с Владимиром Осечкиным, создателем проекта «ГУЛАГУ.НЕТ». Пожалуйста, распространяйте ссылки на это видео в ваших соцсетях, чтобы больше людей смогло увидеть эту информацию. И подписывайтесь на канал. Владимир, у вас много появилось материалов с, так сказать, новыми перебежчиками или людьми, которые перешли на сторону света из российских органов власти. Что они вам рассказывают? Да, еще раз. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики. И как раз вот отвечая на ваш вопрос, у меня не зря здесь DHL-овская коробка образовалась. Это, в общем, один из, буквально там на днях мы получили еще один жесткий диск с материалами из первого отдела ДВК РФСБ, это Департамент военной контрразведки в России, который контролирует армию. И непосредственно те государственные военные учреждения, которые строят, возводят и обслуживают стратегические объекты, в том числе с ядерным вооружением. И вот так получилось, что несколько сотрудников одного из этих управлений, выступая, скажем так, молчаливо пока на данный момент против войны, вот они делают такой демарш. И, по сути дела, это, ну я с таким, например, впервые сталкиваюсь, чтобы в спецслужбах вот именно молча так протестовали. То есть, как правило, мы привыкли к тому, что либо человек занимает какую-то пропутинскую провоенную позицию, находится внутри системы, либо он выходит из этой системы громко с публикациями в СМИ и каким-то образом, таким образом протестует против войны. Но в результате мы понимаем, что не все готовы, кто сейчас проходит службу внутри российских спецслужб и российской армии, готовы открыто выходить в паблик, потому что, ну не все могут очень быстро уехать. У кого-то есть онкобольные родители, у кого-то просто пожилые родители или маленькие-маленькие дети, и они не понимают, куда направляться. Но вот сейчас такой контур третьего варианта образовался, такого тихого протеста, когда люди продолжают находиться на месте, но при этом сотрудничают с правозащитниками, журналистами и направляют какие-то материалы, которые проливают свет на те или иные тайны. В первую очередь, конечно, речь идет не про тайны военные, а про тайны гранд-коррупции и грубейших нарушений, которые там происходят в застенках. И мне думается, что эта тенденция, она только будет нарастать. И также есть сейчас целый ряд людей, которые вышли из этой системы, которые рано или поздно окажутся здесь, рядом со мной, будут участвовать, возможно, в стримах и в эфирах, если вы позовете с вами, на канале ГУЛАГу нет. Но сейчас они находятся в пути, и наша команда занимается как раз сейчас вопросом эвакуации этих семей, для того, чтобы они оказались в безопасности и смогли выйти уже в паблик. Поэтому, да, вот то, о чем я говорил еще несколько недель назад, и очень мало кто в это верил, действительно люди сейчас внутри системы начинают прозревать. И вот эта вот пелена пропаганды, которая отравляла сознание первое время, в России, она проходит, она перестает работать и действовать. И люди понимают, что то зло, которое сейчас российская армия натворила в Украине, нужно останавливать. Но помимо этого, конечно, наверняка есть и те люди, которые изначально понимали, что это зло, и кто изначально нам сообщали об этом информацию. Но сейчас вот этот, скажем так, оно в геометрической прогрессии, внутренний протест в системе Путина разрастается. И это говорит о том, что в целом его система, она утратила стабильность, она дискоординирована. И я думаю, что этот вот карточный домик, он начнет обрушиваться, обваливаться в ближайшие месяцы. Владимир, вы мне еще прислали несколько фотографий. Я бы хотела, чтобы мы их вывели на экран, а вы прокомментировали, что это за фотографии, откуда они к вам поступили и что это означает. Вот это что? Это какой-то... Вот это огромный массив, мы здесь видим подписи руководства командования войсками Восточного военного округа, вот таких, да, и даже есть подпись командующего войсками Восточного военного округа, вот таких документов за подписями командующих разными военными округами, с указанием тех работ, которые выполняются, в том числе с размещением баз Искандера и так далее, и так далее. Вот этого как раз огромное количество, все эти документы мы сейчас разбираем, и по некоторым из них у нас есть комментарии, в ближайшие недели мы представим новые факты, новые разоблачения именно коррупционных схем, как на строительстве стратегических объектов российской армии похищалось до 40% от суммы государственного контракта. А вот и следующие фотографии, если можно, что это, это из этого же массива или это что-то другое? Да, это информация от другого источника, это вот на этой фотографии, я так понимаю, что вы потом сможете показать уже и построенные объекты, я вам отправлял, по-моему, фотографии. Следующие фотографии, вот это они, да? Да, вот, да, поэтому и можем вернуться к предыдущей, тогда я прокомментирую, а потом, чтобы было понятно, я расскажу. Эти фотографии сделаны со спутников, и вот на этом этапе, это 2013-2014 год, это время возведения арсеналов для хранения ядерного вооружения, которым оснащаются подводные лодки, атомные подводные лодки, расположенные на секретной базе Гаджиева Северного флота. Соответственно, и здесь важна предыстория, почему начали возводиться эти арсеналы, потому что рядом есть скала, в которой вмонтирован секретный арсенал ядерного вооружения, и который был еще там с советских времен, с 50-х годов, вот этот стратегический запас для ракет, для подводных лодок хранился в скале, однако и называлась она подскалка, то есть под скалой этот объект, сами гранитные горные породы там твердости 10-11 класса, это практически самые твердые, которые только существуют, я не представляю, сколько там советских заключенных погибло на этих каменоломнях, пока они выдалбливали вот эти огромные пространства внутренние, там по сути дела размером с футбольное поле внутри скалы, помещения, в котором хранятся ракеты, и вот скала начала обрушаться, я уж не знаю, из-за технологических нарушений, либо просто природа, или какое-то само проведение, в общем, решила каким-то образом помешать им, но основной большой вход там засыпало, остался только запасной аварийный выход, и это очень серьезно усложнило работу с ракетами, с торпедами, с ядерным вооружением. Но там было построено, вы говорите, на третьей фотографии, точнее, которую мы показывали, там уже были построены объекты, а потом они обвалились? Нет, нет, там рядом, я не знаю, по-моему, еще один я вам снимок отправлял, У нас есть еще одна фотография, которую вы присылали. Да, вот на нем видно, собственно говоря, то, что обведено красным контуром, это то, что как раз нам один из источников сообщил, который уже покинул территорию Российской Федерации, он как раз координировал и контролировал работу 9-го и 12-го главных управлений Министерства обороны, которые как раз в том числе отвечают за хранение ядерного вооружения, и, соответственно, вот то, что обведено от красной линии правее красным контуром, вот это вот как раз скала, если найти со спутника эти фотографии, сейчас Google после вот этих взаимных там санкций и начала конфликтной ситуации полностью открыл доступ к этому, теперь любой человек через Google может это посмотреть, так вот, там можно будет найти забор, который идет как раз по периметру, значит, по этой скале, и в этой скале на протяжении более 50 лет хранились ядерные и другие запасы для атомных подводных лодок, вот, но еще раз говорю, да, вот в этой подскалке обвалилось огромное количество породы, больше, там речь идет о сотнях тысяч кубов породы, и, соответственно, механическим способом это надо будет 10 лет разгребать и прорубать туда новые проходы, вот, а, соответственно, обзрывать невозможно, потому что внутри находится, ну, очень серьезное вооружение, которое может детонировать, и, в принципе, тогда вот все ближайшее в радиусе, там, тысячи километров, может быть, снесено, уничтожено и заражено, вот. А какое это место, если, можете уточнить точно это место, чтобы просто наши зрители хоть знали, где это может происходить? Да, это, да, это каждый человек сейчас может взять Google, вбить Гаджиево, Мурманская область, и вас Google приведет как раз, вот, мы на этой фотографии видим причалы для атомных подводных лодок, там 17 причалов, соответственно, да, если посчитать, и также там есть краны большие, которые грузят как раз вот эти вот большие ракеты на эти подводные лодки, вот, вот, а дальше, соответственно, тут история нас интересует не с точки зрения военного объекта, а с точки зрения гранд-коррупции, то есть, во-первых, получается, что все, что было до 2012-2013 года у российской армии, это, по сути дела, то, что было, ну, по крайней мере, что касается стратегических вот этих объектов, это то, что еще было наработано в Советском Союзе теми же самыми заключенными из ГУЛАГа, вот там они хранили ракеты, потом все это обрушилось, доступ к ним закрылся, и дальше вот можно вернуться к моменту строительства, и дальше они приняли решение возводить вот эти вот арсеналы уже на открытом воздухе, и потом их там отсыпать, каким-то образом камуфлировать, чтобы это сверху не нашли какие-то самолеты-разведчики, чтобы как-то максимально это скрыть и закамуфлировать, и вот это вот идет как раз строительство, видно там тракторы работают, видно, как вбиваются сваи, металлические опоры и так далее. И вот дальше на моменте строительства этих объектов, там в общей сумме было потрачено более 16 миллиардов рублей, это колоссальная сумма по тому курсу, по которому работы выполнялись в тот период, но речь шла о более чем 600 или 700 миллионов долларов США, если переводить, это гигантская сумма. Но сейчас уже эти объекты в каком-то виде завершенного строительства, да, вот следующая фотография, они уже построены, нет-нет-нет, другая, другая, там где, да, вот это уже построенные объекты. А вот теперь мы это видим, да, как раз вот это уже построенные функционирующие объекты, их строили с 2013 года, где-то в районе там 2018-2019 года были подписаны ЗОСы, это вот внутренние армейские документы о приемке, вот, несколько лет подряд уже построенные объекты не принимали, потому что там были разные подрядчики, субподрядчики. И вот это вот стоит красота 600 миллионов долларов, да? Вот каждый из этих складов российской казне обошелся в сумму около 1 миллиарда рублей, из которых около 300-400 миллионов рублей, судя по информации нашего источника, были похищены. И первое время, первые несколько лет, вот этот заказ пыталась выполнить, но не выполнила до конца одна из фирм, которые были, по сути дела, аккредитованы и акцептованы лично министром обороны Сергеем Шойгу и его ближайшим окружением, первым заместителем министра обороны Русланом Цаликовым и замминистром обороны Тимуром Ивановым. Это те, кто вместе с Шойгу орудовали еще в Московской области и в МЧС. То есть это такая коррупционная связка, которая перемещается из одного госоргана в другой госорган, и везде у них коррупционная схема. И вот здесь, конкретно на строительстве этих объектов, были похищены огромные денежные средства, и изначально госконтракт был передан той фирме, которую внутри российской армии называют якорным подрядчиком. То есть якорным, потому что они приходят не на рыночных условиях выполнять контракты, а они приходят туда, потому что сверху поступило указание выдать контракты именно им. И вот на каждый из этих объектов потрачено из бюджета Российской Федерации около миллиарда рублей. И 30-40 процентов, это 300-400 миллионов рублей с каждого объекта. Насколько мы понимаем, сейчас они были выведены и похищены. Вот, ну а соответственно, как бы там видно строение, как это все присыпано, для того, чтобы, во-первых, в случае там внутренней детонации взрыва, взрыв был направлен вверх. Вот, а во-вторых, конечно, все это было сделано для такого максимального камуфляжа. Но опять же, с учетом того, как они все это строили, как они это планировали, все это понятно. То есть, грубо говоря, они начали строить стратегический арсенал непосредственно рядом с тем, где был ранее арсенал на протяжении более 50 лет. Это, в общем, говорит об уровне, об интеллекте тех людей, которые принимали решения именно о месте базирования и вот о такой кучности. Поэтому я, конечно, не хочу здесь ничего говорить. Будем надеяться, что Третьей мировой войны не произойдет. Но нужно понимать, что вот именно то, огромное количество адресов с такими объектами, они сейчас уже выехали с территории России, они переданы и журналистам-расследователям, они переданы в ГУЛАГу, нет. Я думаю, что они дальше будут публиковаться. И это делается для того, в первую очередь, чтобы каким-то образом сдержать агрессию Путина и прекратить вот этот его миф о его какой-то всесилии, которым он пытается запугать весь мир с ядерным оружием. Все уже известно, где они что-то прячут. И мы будем надеяться, что у них просто как бы, ну вот это вот каким-то образом понизит градус их агрессии и спеси, которую они транслируют на протяжении последних месяцев, бряться ядерным оружием и угрожая. Всем все уже известно. И я думаю, что здесь просто с их стороны будет глупостью добиваться какой-то эскалации с миром. Владимир, сейчас еще очень часто такой нарратив, который появился уже не у откровенных оппозиционеров кремлевской власти, а у даже каких-то таких, знаете, либералов, которые, ну там, не все так однозначно, вот то, что называется. Я помню, как мне Евгений Альбас еще буквально, по-моему, полгода назад говорила, да нет, но у нас еще не 37-й год, вы что, какой 37-й год, что вы говорите, какие репрессии. У вас уже 42-й практически, да, наступил, вот, на сегодняшний день. А полгода назад человек еще рассказал, что не 37-й. И там есть такой, значит, нарратив, есть проблема с обеспечением, причем такая, ну какая-то она была очень серьезная там, не хватало ни бензина у них, не хватало одежды, не было бронежилетов у кого-то. Я видела эти какие-то армейские ужасные ботинки российские, причем в нескольких местах, просто сбросанные, где они переобувались, просто в кроссовки, которые они украли у местных жителей. Или если они попадали на склады, например, Носгвардии, то в украинские берцы нормальные, и они, значит, в них-то потом убегали, если успевали добежать до границы. А вы можете объяснить, чем это все, вот эта коррупция, где 30-40% в Министерстве обороны просто воровалась? Ну, в некоторых, да, в некоторых госконтрактах там сумма откатов и хищения составляла до 70-80%, то есть там вообще в целом, как бы, ну, там масштабы, они зашкаливают. Если позвольте, это объемный большой вопрос, я тогда по очереди прокомментирую, там, про то, что сказала Альбац, про Гудкова и про мое мнение. Ну, по поводу того, что сказала Евгения Альбац, на мой взгляд, она-то как раз уже несколько лет подряд отслеживает судьбу того же самого главы Серпуховского района Александра Шестуна. Это человек, который в Подмосковье возглавлял район, патриот своего района, бывший предприниматель, который уже пришел успешным и обеспеченным на этот пост и старался делать хотя бы что-то маленькое в своем районе. Так вот, когда его администрация, президенты и ФСБ, по сути дела, принуждали отказаться от своего собственного района, от избирателей, написать заявление о сложении себя полномочий, и вот для этого вызывали в администрацию президента и угрожали ему негативными последствиями, он тогда сказал, что ну у нас что, 37-й год, о чем вы говорите? Так вот, Шестуна взяли дома со спецназом, его посадили, арестовали и дали ему срок более 10 лет лишения свободы. Сейчас у этой семьи отбирается все, и буквально вчера в новостной ленте прошла новость по поводу того, что российская власть даже хочет выселить из всех квартир, из всех домов его семью, а у него пятеро детей выкинуть на улицу, только потому, что человек отказался предавать своих избирателей и граждан своего района, и потому, что он выступал против в целом произвола, и в том числе коррупционных схем мафии Шойгу-Воробьева на территории Московской области, когда они строили огромные мусорные полигоны, представляя все это дело как якобы строительство мусороперерабатывающих заводов, а на самом деле по документам они проходили лишь как мусоросортировочные, которые просто мусор разделяют на несколько фракций, и то это все было лишь на бумаге, а на самом деле они вырыли котлованы 20 метров вглубь со всеми нарушениями, без просыпок, и все это завалили кучей мусора и 20 метров вверх, и создали вокруг Москвы около 10 просто гигантских свалок мусорок, и под солнечными лучами вот этим летом сейчас все это будет выделение, гнить, если все это загорится, это будет экологическая катастрофа, и уже сейчас вот из-за этих мусорных огромных свалок, которые превышают все любые экологические нормы, огромное количество самих россиян страдает, получает заболевания, онкозаболевания, их здоровье ухудшается и так далее. Я почему так долго просто про пример конкретного Шестуна говорил, потому что Саша сделал глупость, когда я ему говорил, что нужно сначала уехать во Францию и потом публиковать эти аудиозаписи, подтверждающие факты незаконного давления на него в администрации президента со стороны сотрудников администрации, в том числе руководителя управления внутренней политики Андрея Ярина и генерала Ткачева из ФСБ, вот он говорил, что вот я постараюсь все-таки обратиться к Путину, Путин должен разобраться. И он приезжал к Евгению Альбац, они советовались, делали какой-то эфир, вместе обсуждали эту историю, но вот в результате, вот пожалуйста, человек репрессирован, по-моему 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, ему путинский суд выписал, и всю семью выставляют на улицу показательно, чтобы запугать всех остальных чиновников, всех остальных мэров маленьких районов и городов, что если только ты попробуешь хотя бы на секунду ослушаться администрацию президента и ФСБ, если ты отступишь от линии вот этой вот тоталитарной системы и будешь выступать в защиту своих жителей, своих граждан, тебя просто уничтожат, ну и как минимум просто как политика, а как максимум твоя семья, твои маленькие дети окажутся на улице. Поэтому здесь в данном случае мне кажется, что Евгения Альбац, она слукавила, потому что она прекрасно знает конкретные факты, как система работает, да и в целом после того, когда мы показали всему миру огромное количество кадров из российских пыточных, где людей бьют, пытают, унижают, насилуют, снимают все это на видеорегистраторы, там некоторых убивают, выполняя спецмероприятия умерщвления, но что это такое? Это какой-то нынешний режим, это очевидный гибрид именно ГУЛАГа с практиками КГБ, гибрид совместный с тем, что творил Третий Рейх в отношении жителей иностранных государств. Только этот гибрид, который еще работает против своего собственного народа, и поработил его, и подавил волю с помощью пыточного конвейера, и страха вот этих вот пыток и изнасилований, и теперь еще все это выплеснулось, весь этот негатив, к сожалению, в виде вот этой военной агрессии, в виде этой подлой вероломной войны выплеснулся еще теперь в Украину, к сожалению. Вот, поэтому, да, это вот по поводу Евгения Альбацова, по поводу того, что сказал политик Гудков, по поводу вот того, что, ну, типа, все солдаты, они теперь заслуживают чего-то там, ну, нужно быть объективными, то есть, я честно скажу, я негодую по поводу решений Путина, Шойгу, его окружения и генералов-полковников, которые отдавали приказы, потому что они-то все как раз понимали, и в большей части все эти генералы, они остались целые, невредимые, они находятся за тысячи километров от Украины и от военных действий, они продолжают ездить в лимузинах с перфорированной кожей, в вентиляции, подогревами на задних сиденьях и вечером возвращаться в свои резиденции общей площадью, там, по 3-4 тысячи квадратных метров каждая вилла на Рублево-Успешном и Новорижском шоссе. Вот, а как раз самые простые ребята, которые пришли на, в том числе, на срочную службу или на контракт, и их подсадили на эти ипотеки, и они находятся в долгах, как в шелках, и, по сути, это такое долговое рабство, они, многие из них пошли на это, во-первых, многих завезли на территорию Украины, и они об этом рассказывали вашим журналистам и вашим правоохранительным органам, что они даже не знали, куда их привезли. Вот, что касается среднего офицерского состава, конечно, они понимали по картам, куда они передвигаются, конечно, они знали, и в данном случае здесь есть градация. Есть те, кого как стадо завезли, бросили как пушечное мясо, и мы видим, что с ними происходит на тех кадрах, которые распространяет СБУ, да, когда их просто там подрывают, взрывают, они там разбегаются и так далее. А вот, что касается среднего офицерского состава, кто, конечно же, выполнял эти преступные приказы, они в полной мере должны нести ответственность. Вот, что касается генералитета, тут самое важное, мне кажется, объяснить в первую очередь даже самим российским военным, военнослужащим, которые, конечно же, будут смотреть потом это интервью и будут анализировать. Мне важно им объяснить следующее. Если посмотреть все последние указы диктатора Владимира Путина, большая часть из них, которые опубликованы, не содержат самого главного, его собственные подписи. Там лишь указано там В. Путин, дата указ, и какая-то печать стоит. Кто ставил эту печать? Где эта бумажка подписана, которая публикуется и представляется сегодня, никто не знает, почему Путин не ставит свои подписи под этими приказами. Это делается лишь потому, что Владимир Путин прекрасно понимает, что впереди будет большой трибунал, будет большое международное разбирательство. И все, что он делает сейчас, он делает по совету со своими адвокатами, для того, чтобы потом, в крайнем случае, сказать, вы что, неужели правда в Украине разбомблены жилые дома? Неужели это правда? Я такого приказа или указа не отдавал. И их линия защиты, и Путина, и Шойгу, и их ближайшего окружения, и того же самого Герасимова. Это вся история будет ровно про то, а это нужно понимать без иллюзий, что и Герасимов, и Шойгу, и Цаликов, и Иванов, это одна мафия. Они зарабатывали огромное количество денежных средств за последние 10 лет на откатах, на распределении госконтрактов. Сумма похищенных составляет более 1 триллиона рублей. Это гигантские космические денежные средства. И то, что вот эта банда смогла старцу, который сидел в бункере последние полтора года и не совсем правильно воспринимал реальность и отдавал отчет, подсунуть ему какие-то фальшивые отчеты про то, что завтра уже якобы ЦРУ совместно с СБУ, с Украиной нападут на Россию. Ну, понятно, что, еще раз, я здесь ни в коем случае и Путина не оправдываю, не снимаю с него ответственности за все происходящее. Конечно, этот мерзавец должен будет ответить за все свои грехи, за все свои преступления. Но нужно понимать просто, как это конструировалась история. Когда эта мафия, укравшая более триллиона рублей, они поняли, что счетная палата, генпрокуратура, следственный комитет, контрольное управление администрацией президента, они начинают проводить проверки и вскрываются их масштабные хищения. Целый ряд их якорных подрядчиков уже на данный момент находится в специзоляторах в Лефортово и в спецблоке «Матросской тишины». Они дают признательные показания, они дают показания в том числе на одного из заместителей министра обороны на данный момент. И они просто поняли к концу 2021 года, что вполне возможно, если это расследование дойдет до логического определенного уровня, то дальше последуют отставки полностью всей этой банды, аресты, водворения в Лефортово, сроки лишения свободы, от 10 до пожизненного в связи с тем, к чему они причастны. Будет тотальная конфискация. И вот для того, чтобы сохранить эти огромные денежные средства, вот эта мафия, она и с помощью фальсификации внутри систем отчетов по линии главного управления генштаба, бывшего ГРУ, их военной разведки, они дальше уже нафальсифицировали огромное количество материалов, которые, конечно же, погрузили Путина, но просто какой-то там блокбастер и боевик, в котором он начал принимать подобные решения. Это еще раз, я ни в коем случае, здесь нет никакой линии про ФСБшные, про это самое, и ФСБ, и Министерство обороны, и Путин, руководство, обязаны и будут нести за это ответственность. Это понятно. Но здесь, что важно объяснить всем военным, что на самом деле то, что они выполняют все вот эти приказы, связанные с нанесением ракетных ударов, с бомбометанием, с убийствами мирных жителей Украины и даже украинских военнослужащих. Потому что это тоже такой же грех, я это приравниваю, и я не согласен со многими, кто говорит, ну вот мирных жителей как бы нельзя, а военных можно. Да военные, это такие же жители Украины, они защищали свою родную землю, родной дом, и поэтому нет морального оправдания тому, что гибнут украинские военные. Почему они гибнут? Просто потому, что они выполняют свой долг, защищают свою родину? Так вот, чтобы российские военные поняли, ни у одного из них нет ни одного письменного приказа, подписанного Путином, Шойгу, Царликовым, Ивановым и Герасимовым. Никто не сможет из них потом в последующем на трибунале доказать, что ему давали такой приказ. Большая часть всех этих приказов из Москвы и из Генштаба идет устно. И ни один, кто сейчас находится в Украине из командиров, не имеет никаких доказательств, и он потом не сможет подтвердить, что он выполнял приказ. Еще раз, вот эти боссы мафии, они будут себя на трибунале на этом, тех, кого отловят, кто доживет, они будут себя вести очень-очень цинично. Они будут перекладывать ответственность на то, что почему этот командир так поступил? Да мы же ему даже не давали такого приказа. Вот, они даже войну официально сейчас не объявляют, чтобы переложить эту всю историю на других людей. Мой новый блог выйдет в эфир через неделю. Однако каждый будний день я вам рекомендую смотреть блоги моих коллег в это же время на телеканале «Новый мир». Наша команда — это сильные блогеры и журналисты. Мы называем вещи своими именами, с нами вы будете в курсе реальных событий и с качественной аналитикой. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова